Мы продолжаем обсуждать историю про всякие формы билинейные и сегодня появится новый объект, но правда такой, старый новый, я бы сказал, под названием квадратичные формы. Но прежде, чем мы будем говорить про квадратичные формы, я хочу продолжить историю, связанную со скалярным произведением. В семинаре была задачка, которая делает первый шаг в этой истории, сейчас мы сделаем все остальные. Часть первая, которая не совсем про квадратичные формы, называется ортогонализация Грамма-Шмидта. Это следующая теорема для всякого линейно-независимого набора векторов. Давайте V1 и так далее. В ВК существует набор ортогональных единичных векторов. Ну пусть будет O1 и так далее, УК. Такое, что линейная оболочка нового набора равняется линейной оболочке старого набора. Значит, естественно, все это делается в предположении, что у нас есть задано какое-то скалярное произведение. Если скалярное произведение не задано, то невозможно говорить про ортогональность. Так, сейчас, а я похоже… Сейчас, а видно вообще, что я пишу-то? Да, все видно. Ага, отлично. Значит, пусть задано некоторое скалярное произведение, иначе ни про какую ортогональность говорить нельзя. Иными словами, что говорит эта теорема? Теорема говорит, что если у вас есть какое-нибудь линейное подпространство, в нем есть базис V1-ВК. Ну, линейное подпространство, здесь это линейная оболочка этих самых векторов V1-ВК. То можно в этом самом линейном подпространстве найти ортонормированный базис для этого же самого линейного подпространства, чтобы линейная оболочка была бы точно такой же. Вот. Понятна ли формулировка? Понятно ли, чего утверждается? Давай я тебе картинку нарисую. Значит, вот жил-был у нас какое-нибудь многомерное пространство. И в нем жили-были два вектора, например. Ну, на самом деле, сколько-то К векторов. Вот, допустим, вот это у меня вектор V1, а вот это у меня вектор VK. Были они какими угодно, лишь были линейные независимые. Утверждается, что тогда можно найти в плоскости, которую эти векторы задают, можно найти другой набор векторов, другой базис. Для которого, значит, который будет уже ортонормированным. То есть, который будет задавать прямоугольную систему координат. Вот такое утверждение. Понятно утверждение? Понятно, что хотим? Отлично. Ну что, давайте докажем. Значит, доказательство совершенно конструктивно. Первый шаг его был сделан на семинаре. Ну, если кто не дошел на семинаре до этой задачки, она там где-то в конце была, сегодня, может, на консультации дойти. Но на самом деле я сейчас, наверное, повторю это рассуждение. Значит, но давайте я его сразу в общем виде буду рассказывать. Значит, давайте введем такую операцию. Пусть у нас есть какой-нибудь ненулевой вектор. И давайте введем операцию нормирования этого вектора по длине. Как-нибудь ее нужно обозначить. Давайте я обозначу буквой n большое. Значит, пусть n большое от какого-нибудь произвольного вектора v. v – это и есть v, деленное на его длину. Значит, я напомню, что вот эта штука, эта норма вектора v, она же длина, это просто квадратный корень из скалярного произведения вектора на себя. Значит, ничем, кроме скалярного произведения, мы сейчас пользоваться не будем. Мы не будем пользоваться никакими другими представлениями о длине вектора. Значит, вот это – это такая операция нормирования. Значит, нормирование вектора. У меня сейчас просто будет удобно это обозначение, потому что я сейчас захочу нормировать всякие векторы. Дальше. Значит, давайте напомню, опять же, в семинаре это обсуждалось, но давайте я напомню, должно было, по крайней мере, обсуждаться, что такое проектирование одного вектора на другой ортогонально. Значит, пусть у меня есть некоторый вектор. У меня есть некоторый вектор V. И у меня есть некоторый вектор W. Я могу спроектировать один на другой ортогонально. Значит, здесь получается новый вектор. Вектор W. Значит, вот этот новый вектор называется ортогональной проекцией. Давайте я так буду обозначать. Проекция ортогональная на вектор V вектора W. А еще можно спроектировать вектор W на ортогональное направление. Значит, можно теперь рассмотреть такую штуку. Вот. Давайте как-нибудь я эти векторы обозначу. Пусть у меня этот вектор обозначается. Так, у меня что-то буквы закончились. Здесь V, W, какие еще буквы для обозначения векторов есть? У, V, W. Что еще есть? Ну, пусть будет это вектор A, а вот это вектор B. Тогда у меня вектор W сейчас представляется в виде A плюс B. В, причем известно следующее. Известно, что вектор A это на самом деле вектор, который пропорционален V, а вектор B перпендикулярен V. Значит, вот такое разложение вектора W на параллельный вектору и перпендикулярный. Значит, сейчас у меня все происходит в плоскости. Заодно два вектора, через эти два вектора проходит некоторая плоскость, и вот все происходит в этой плоскости. Значит, давайте я запишу формулы, чего получается. Значит, меня сейчас, собственно говоря, интересует вектор. Ну, давайте я сначала напишу, чему равняется вектор A. Вектор A равняется следующему. Это вектор V умножить на скалярное произведение. Давайте я так напишу. Значит, вектор V делить на его длину умножить на скалярное произведение вектора W и вектора V, деленного на его длину. А вектор V – это просто есть вектор W минус вектор A. Минус вот эта штука. Значит, вот эта формула проектирования на семинаре обсуждалась. Если кто-то на семинаре не обсудил, можете прийти сегодня на лекцию, на консультацию Марии Матушка, это поподробнее обсудить. Я просто не хочу это еще раз повторять. В принципе, если помнить, что вот этот вектор – это единичный вектор, то, в принципе, выглядит реалистично, что мы просто подбираем такой лямбда. На самом деле мы просто подбираем такой лямбда, чтобы вот эта штука B была бы ортогональной вот этому направлению. Если вы это сделаете, то вы увидите, что лямбда как раз вот такая. Или это можно переписать, в наших обозначениях можно переписать так. Нормировать вектор V умножить на W скалярно с нормированным вектором V. Значит, вот такая штука. Давайте теперь применять эту операцию последовательно для того, чтобы сделать из нашего набора векторов новый ортогональный набор векторов. Более того, ворто-нормирование. Значит, вот это была часть, так сказать, часть напоминания проектирования. Ортогональное проектирование. Значит, я говорю, что если вы не видели вывод этой формулы, то в данный момент я предлагаю в него поверить. Значит, по крайней мере, получается какой-то вектор, который пропорционален вектору V, ну и прямая проверка показывает, что это именно тот вектор, который дает нам ортогональное проектирование. По крайней мере, я хочу, чтобы операция ортогонального проектирования в отцовом себе геометрической была понятна. Что мы просто берем вектор, опускаем из его конца перпендикулярно то направление, на которое проектируем, и откладываем новый вектор вот такой вот. Хорошо. Давайте это применять. Значит, что мы дальше делаем? Вот теперь у нас есть много векторов, которые абы какие. Значит, вот есть один вектор, есть другой вектор, тут есть, скажем, третий вектор, V1, V2 и так далее, VK. Значит, чего я делаю? Я говорю, что будем действовать последовательно. Шаг первый. Я беру вектор V1, он сам себе, он как бы кому угодно перпендикулярен, потому что никого кроме него нет. Сам себе он перпендикулярно быть не может, для этого и не нужно. Нужно, чтобы при умножении сам на себя он давал бы единицу. Поэтому шаг первый – это просто нормировать этот вектор V, а именно мы просто говорим, что U1 – это просто нормированная версия вектора V1. Тогда норма U1 равняется единице. Дальше. Шаг второй. Я беру вектор V2, рассматриваю сейчас вот такую плоскость, которая проходит через вектор V1, V2. Беру вектор V2 и ортогонально проектирую его так, чтобы… Ортогонально проектирую на направлении перпендикулярное вектору V1. Ровно с помощью вот той формулы, которая написана выше. Значит, я могу написать так. U2 – это и есть следующее. Значит, мне проще на самом деле проектировать не на направлении вектора V1, а вот на направлении уже единичного вектора, на направлении вектора U1. Ну, просто потому что та формула. Вот эта формула становится проще, здесь не нужно делить на норму. Хотя это неважно. Значит, U2 – это и есть такая штука. Значит, я беру вектор V2 и вычитаю из него проекцию вектора V2 на вектор U1. Значит, U1 на V2, U1. Дальше. Я хочу, чтобы эта штука была нормированной. Я хочу, чтобы у результата получалась бы единичная длина. Поэтому я все это еще отнормирую вот таким образом. Отбавлю вот такую штуку. Давайте поймем, чего здесь происходит и почему вообще все хорошо. Вопрос номер один. Почему вот этот вектор, который, кстати, получается, почему он вообще не нулевой? Мало ли, вдруг получится нулевой вектор. Но с нулевым вектором непонятно, что делать. Мы его не можем отнормировать. Потому что векторы линейно-независимы, да. Если бы так оказалось, что вектор V2 минус вектор U1 на какой-то коэффициент, вот это просто лежит число. Если бы так оказалось, что эта штука равна нулю, то это просто бы означало, что вектор V2 равен вектору U1 с каким-то коэффициентом. То есть это просто бы означало, что они пропорциональны. Значит, вектор V2 просто лежит на той же прямой. Но, по предположению, они линейно-независимы, значит, по линейной независимости. Отлично. Ну, раз эта штука не нулевая, то и хорошо. Значит, второй вопрос. Почему? Значит, мое утверждение такое. Линейная оболочка векторов V1, V2 совпадает с линейной оболочкой векторов U1, U2. Почему вот это выполняется? Значит, я утверждаю, что после такой операции у меня та плоскость, в которой они все лежали, она не изменится. Ну, в принципе, я думаю, что это какой-то известный факт, который должен был обсуждаться на первой части курса, что если вы заменяете вектор на линейную комбинацию этого вектора с какими-то... Ну, если у вас есть линейная... Вот у нас была линейная оболочка векторов V1, V2. Я заменил вектор V2 на какую-то линейную комбинацию векторов V1, V2, и при этом коэффициент при векторе V2 остался не нулевым. В этом случае у меня линейная оболочка не меняется. Линейная оболочка этих векторов не меняется. Но, опять же, геометрически более-менее понятно. Мы просто вот к этому вектору, мы прибавили какой-то, значит, какой-то вот этот вектор с каким-то коэффициентом, на что-то еще там, может быть, умножили, разделили, но понятно, что он не мог выйти из этой плоскости. Значит, в целом есть утверждение о том, что, ну, как бы, во-первых, эти векторы не стали линейно-зависимыми, а, во-вторых, ничего нового в эту плоскость не могло добавиться. Короче говоря, значит, мы заменили один из векторов на линейную комбинацию его с другими. Это не меняет линейную оболочку. Была какая-нибудь такая теорема? Ну, наверняка, когда вы там матрицу к ступенечному виду приводили, вы же фактически ровно это и делали. Вы каждый вектор заменяете на какую-то линейную комбинацию этого вектора, там, каждую строчку матрицы, меняете на какую-то линейную комбинацию этих же строчек. Значит, линейная оболочка поэтому не меняется. Как верите в это? Какое-то довольно важное утверждение. Ну да, ну да. Понятно, что это следует из-за определения, но просто это нужно какое-то рассуждение провести на эту тему. Ну да. Ну да, собственно говоря, можно сказать так, что всевозможные линейные комбинации V1, V2, просто если вы выразили, если вы выразили, значит, если V1 и V2 выражаются через U1 и U2, то тогда всевозможные линейные комбинации V1 и V2 это то же самое, что всевозможные линейные комбинации U1 и U2. По крайней мере, ничего нового не добавилось. А то, что ничего не убавилось, следует из того, что эти два вектора были линейно-независимы и эти два вектора были линейно-независимы. Окей. Значит, вот первые два шага. Шаг третий. Какой будет шаг третий? Значит, теперь у нас есть третий вектор. Вот он какой-то, торчит тут. Что мы будем делать с ним? Спроектировать куда? Она предлагает спроектировать и отнормировать. Вопрос спроектировать куда? На U1 и на U2. На самом деле мы хотим просто спроектировать вот этот вектор на направление, перпендикулярное вот этой плоскости. То есть мы хотим, ну или иными словами, мы хотим взять этот вектор, спроектировать на эту плоскость и вот эту проекцию вычесть, так чтобы осталось только перпендикулярное направление. Но проектирование на плоскость мы не обсуждали, но мы обсуждали проектирование на векторы. На самом деле достаточно будет спроектировать на каждый из этих векторов и вычитать соответствующие проекции. Давайте посмотрим, что получается. Значит, я беру вектор U3 и делаю такую штуку. И этот вектор U3, значит, вычитаю из него U3 умноженное на U1, U3. У меня изначально был вектор V3, значит, V3 минус U1 на V3U1 минус U2 на V3U2. То есть это что означает? Это означает, что я взял мой вектор V3, спроектировал на каждый из этих векторов и вычел из вектора V3 каждый из этих проекций. Так, сейчас. Вот сейчас правильно у меня формула написана или неправильно? То есть, понимаете, комментарии еще актуальны? Все нормально, да? Настя, Андрей? Хорошо. Так. Значит, видно, что... Ну, я могу просто посмотреть вот на эту штуку и явно убедиться, что вектор, который, в результате получается, он будет ортогонален одновременно и вектору U1 и вектору U2. Ну, давайте проверим это явно. Значит, вот у меня есть вот этот мой новый вектор V3 минус U1, V3U1 минус U2, V3U2. Значит, я проверяю, что этот вектор ортогонален вектору, например, U2 или U1. Давайте U1. Значит, откуда это следует? Давайте смотреть. Значит, у меня здесь остается V3U1 минус. Вот эта штука – это просто число. Я его могу вынести за знак скалярного произведения. Поэтому здесь остается V3U1, а в скалярном произведении остается U1U1. И минус точно так же здесь V3U2, U2U1. Сейчас, смотрите. Значит, что мы делаем? Мы берем вектор V3 и вычитаем из него его проекцию на вектор U1 и его проекцию на вектор U2. Значит, вот эта штука – это проекция V3U1, а вот эта штука – это проекция V3U2. То есть мы из вектора V3 вычитаем его проекцию на вектор U1 и вычитаем его проекцию на вектор U2. Вот такая идея. Вик, стало понятнее? Значит, сейчас проверяем, что эта штука действительно работает. Значит, я обещал, что в результате получится автонормированный базис. То есть я обещал, что в результате все векторы, которые мы получаем, будут попарно ортогональны. Значит, вот эти два вектора, векторы U1 и U2, будут взаимно ортогональны, ну, просто потому что операция проектирования так работает. Хотя, в принципе, это можно было бы проверить тоже явно. Точно так же, как я сейчас вот эту штуку проверяю. Ну, окей, давайте я проверю для полноты изложения. Я просто вот здесь, в шаге 2, значит, давайте проверим, что у меня вектор V2 минус U1 на V2 U1. Скалярное произведение с вектором U2 равняется чему? Давайте раскроем скобки. Это есть V2 U1 минус U1 U1 на скалярное произведение V2 U1. Значит, я утверждаю, что эта штука равна нулю. Почему она равна нулю? Ну, потому что вот эта вещь равняется единице, потому что я вектор U1 специально отнормировал. Поэтому все это равно нулю. Следовательно, вектор, вот тот вектор, который, наверное, в статье получился, он действительно перпендикулярен вектору U1. Так, народ, смотрите, я написал кучу формул. Скорее всего, за ним очень трудно уследить. Так что, задайте сейчас какой-нибудь вопрос. Смотрите, вот сейчас я вернулся на шаг 2 и здесь решил, на всякий случай, вернуться к нему, чтобы явно доказать, что вектор U2, который мы вот таким образом построили, будет перпендикулярен вектору U1. Значит, доказал я его с помощью вот этой выкладки. Давайте посмотрим на эту выкладку и давайте вы зададите какие-нибудь вопросы по этой выкладке. Понятно ли, почему она такая? Я готов ответить на любые вопросы. Например, на вопрос, что такое V1, U1 в скобочках. Или на вопрос, почему вот это равенство выполняется. Так, ну это скалерное произведение. Так, ну что, прям правда понятно, да, вот эта вот выкладка? Ну хорошо, Настя, понятно, а еще кому-нибудь? Так, Вика, можете какой-нибудь вопрос сформулировать? Мне трудно что-то пояснить, если нет вопроса. Потому что я не понимаю, какая именно часть непонятная. Смотрите, можно в данный момент забыть вообще про связь скалерного произведения с проекцией. Можно посмотреть на эту формулу и убедиться в том, что она верна. Даже не думая вообще про проекцию. В некотором смысле, вот это как раз и доказательство того, что скалерное произведение, вот та формула, которая написана выше, что скалерное произведение делает проекцию. Вот смотрите. Значит, я хочу доказать. Смотрите, что произошло. У меня был вектор V2. Дальше. Есть вектор U1 единичной длины. Дальше я делаю такую штуку. Я из вектора V2 вычитаю векторы, которые пропорциональны вектору U1. И коэффициент пропорциональности равен скалерного произведения. Векторов V2 и U1. Значит, получается некоторый новый вектор. Я про этот вектор утверждаю только одну вещь. Я утверждаю, что этот новый вектор перпендикулярен вектору U1. Это означает, что скалерное произведение, вот то, которое здесь написано, равно нулю. Давайте это докажем. Мы не будем пользоваться ничем, кроме линейности скалерного произведения. А именно. Значит, я расписываю вот это скалерное произведение. Здесь в первом самом множителе стоит разность каких-то векторов. Значит, я расписываю это в виде разности двух скалерных произведений. Вот первое скалерное произведение – это V1, U2. Вот эта штука на вот эту штуку умножила. А второе скалерное произведение – это я должен вот эту штуку умножить на вот эту штуку. Но давайте я как бы сэкономил себе одну строчку, и я сразу вот это число вынес за знак скалерного произведения. Поэтому получается такая штука. У меня внутри скалерного произведения остается скалерное произведение U1 на U1. Вот она. А вот эта штука, она просто коэффициентом идет. Дальше. Давайте посмотрим, что получилось. Значит, у меня скалерное произведение U1 на U1 равно 1. Просто потому, что я перед этим U1 отнормировал. Отлично. Значит, таким образом вот здесь написано V2, U1 минус V2, U1. Это ноль. Следовательно, действительно, вот тот вектор, который в результате получился, в результате вот этой операции, он действительно перпендикулярен вектору U1. И, следовательно, в общем-то, мы сделали ровно то, что хотели. Ага. Стало лучше, да? Хорошо? Да. Отлично. Так. Давайте. Это как раз и показывает, что вот эта формула как раз нам обеспечила это проектирование. То есть мы видим, что у нас в разности, которая у нас осталась, что-то, что перпендикулярно вектору U1. То есть мы разложили, у нас как раз картинка вот такая, как вот здесь нарисовано. У нас мы взяли какой-то вектор и разложили его в сумму чего-то, что перпендикулярно вот этому вектору и чего-то, что пропорционально этому вектору. Это и есть проектирование. Вот. Значит, давайте теперь вот на эту штуку посмотрим. Значит, это то же самое, только в случае, когда у нас два вектора. Значит, я проектирую вектор V3 на U1 и на U2 и вычитаю соответствующие проекции. Значит, давайте посмотрим, что получается. Я утверждаю, что вот эта штука должна равняться нулю. Вот я раскрыл здесь скобочки. Что произошло дальше? Почему вся вот эта разность равна нулю? Как ее еще можно упростить? Хорошо. Значит, написана какая-то штука, длинная формула. Я утверждаю, что на самом деле это ноль. Вопрос. Почему? Почему? Потому что вот эта штука – это единица, потому что вектор U1 отнормирован. А вот эта штука – это ноль. А почему эта штука – это ноль? Потому что мы ровно только что это доказали. Мы так построили вектор U2, чтобы он был перпендикулярен вектору U1. А с другой стороны, вот эти векторы, значит, вектор U1, U1, склеерное произведение, равно единице, потому что я специально его отнормировал. По построению, совершенно верно. Отлично. Ну и, собственно говоря, отсюда видно, что вся эта штука равна нулю. То есть мы доказали, что U3 перпендикулярен U1. Точно так же доказывается, что U3 перпендикулярен U2. И я его принудительно отнормировал. И, значит, мы получили единичный вектор, который перпендикулярен U1, U2. По тем же соображениям, что я раньше, линейная оболочка от этого не поменялась. У меня был вектор V3. Я из него вычел какие-то линейные комбинации векторов U1 и U2, которые, в свою очередь, являются какими-то линейными комбинациями векторов V1 и V2. Линейная оболочка всех этих векторов не поменялась. Получился в результате не ноль, потому что, если бы был ноль, то это означало бы, что V3 лежит в плоскости, натянутой на вектор U1 и U2. Смотрите, значит, у нас задано... Вот с самого начала у нас задано какое-то скалярное произведение. Оно у нас зафиксировано, и сейчас мы будем работать именно с этим скалярным произведением. Все слова, касающиеся углов, опираются исключительно на это скалярное произведение. У нас нет никакого другого определения перпендикулярности, кроме как то, что скалярное произведение двух векторов равняется нулю. Значит, эти два товарища перпендикулярны. Дальше. Линейная оболочка сохранилась. Так как вектор... U3 не лежал в линейной оболочке векторов U1, U2. А это то же самое, что линейная оболочка векторов V1, V2. Ну и дальше были какие-то линейные комбинации. Вот. Значит, сделали шаг 3. Дальше, по идее, нужно сказать, что, так сказать, написать аккуратно доказательства по индукции. Но я просто скажу и так далее. Потому что дальше более-менее понятно, что этот процесс можно продолжать до тех пор, пока у нас вектора есть. Ну и все. Так мы последовательно будем каждый вектор проектировать, вычитать, нормировать. Проектировать, вычитать, нормировать. Получим, в результате, ортонормированный базис в этом самом линейном предпространстве. Окей? Хорошо. Ну что, поехали тогда дальше потихоньку. Так, можно еще раз последний шаг? Последний – это вот этот третий шаг. Смотрите, значит, что я сказал. Я сказал, что мы взяли вектор V3 и спроектировали… Значит, мы… Давайте попробуем картинку нарисовать. Значит, вот на текущий момент у нас картинка выглядит так. У нас есть векторы U1, U2, ортогональные. А еще есть какой-то вектор V3, который не лежит вот в этой плоскости, но который как-то вот относительно этих векторов U1 и U2 расположен. Значит, это вектор V3. Дальше. Я делаю с этим самым вектором V3 ту же самую операцию, которую я делал с предыдущими векторами. А именно, я хочу спроектировать вектор V3. Ну, я хочу найти его проекцию вот на такое ортогональное направление. Значит, вот я хочу взять направление ортогональной этой плоскости и спроектировать вектор V3 на это ортогональное направление. А потом отнормироваться. Значит, для этого я делаю такую штуку. Для этого я вектор V3 проектирую на направление вектора U1 и вычитаю из V3 эту проекцию. И то же самое делаю с вектором U2. То есть из вектора V3 вычитаю проекцию вектора V3 на вектор U2. Давайте попробуем это изобразить на картинке, хотя уже сложно с рисованием. Значит, еще раз. У меня есть вектор U2. Давайте я здесь скажу, что у меня есть вектор U1. Они ортогональны. Вот тут есть какой-то вектор, который не лежит в соответствующей плоскости. Значит, это вектор V3. И я его проектирую. Значит, я его ортогонально спроектировал вот сюда и ортогонально спроектировал вот туда. Значит, получил два вот таких вектора. И каждый из них вычел из моего вектора V3. Получился какой-то вектор, который торчит, ну, вот куда-то вот сюда вот наверх. Вот куда-то сюда вот наверх. Значит, я утверждаю, что вот этот новый вектор, который у меня получился, он будет ортогонален и вектору U1, и вектору U2. Значит, доказательство. Вот доказательство вот этой выкладки. Значит, есть ли вопрос по этой выкладке? Понятно ли, как она устроена? Значит, после того, как мы эту выкладку сделали, мы видим, что действительно тот вектор, который, кстати, получился, вектор U3, он оказался действительно перпендикулярен одновременно и вектору U1, и вектору U2. Я не помню, что такое терема о трех перпендикулярах. Ну, да, я понимаю, что это откуда-то из теремии, я просто не помню, что она гласит. Вот, окей. Ну, что, едем дальше. Значит, следующий пункт, собственно говоря, квадратичной формы, которую мы сегодня будем изучать. Определение. Пусть B какая-нибудь билинейная форма. Ну, давайте я потребую все-таки симметричности. Какая-нибудь симметричная билинейная форма. Соответствующая ей квадратичной форме функция Q из нашего векторного пространства в R, которая устроена вот таким образом. называется квадратичной формой. Давайте я напишу связанный с B. Кажется, говорят полярный, но я не помню. связанный с B. Значит, просто берем квадратичную форму, симметричную для определенности, и подставляем в нее в качестве первого и второго аргумента один и тот же вектор. Получаем какое-то число. Вот такая функция, которая теперь, это функция от одного аргумента. Эта функция называется квадратичной формой. давайте какой-нибудь пример приведу. Пустим, у меня есть B. Допустим, у1, у2, в1, в2, равная, скажем, у1, в1, плюс 3, у1, в2, плюс 3, хорошо, плюс 2, у2, в2. Значит, вот такая форма, какую я сейчас написал, она является симметричной? Что нужно сделать, чтобы она стала симметричной? 3, у2, в1, да. Значит, вот эта вот слагаемая нарушала нам симметрию. Понятно, если я у1, в2 поменяю местами, то эта слагаемая само в себе не перейдет само в себе. Поэтому мне нужно добавить его же только с помененными аргументами. Значит, вот то, что получилось, является симметричной бельнейной формой. Значит, давайте напишем соответствующую квадратичную форму. Значит, квадратичная форма это функция от одного аргумента, от одного вектора. Чего получается? Ну, давайте, напишите. Вот. Да, а у1, у1, это просто речь и что такое? Если вы число умножите на само себе, что получается? Значит, вот у меня сейчас вот эти у1, у2, это просто чиселки. Это просто компоненты вектора. У1, у2, в1, в2, это все просто элементы из R. Да. Значит, вот здесь получается у1 в квадрате плюс 6 у1, у2, плюс 2 у2 в квадрате. Значит, вот эта тройка складывается с вот этой тройкой, и получается вот эта шестерка. Значит, получается вот такое выражение. Правильно, как оно получилось? Значит, смотрите, прежде чем я продолжу дальше, давайте я скажу пару слов о том, почему вообще все это важно, и зачем мы вообще все это проходим. Почему вдруг стало интересно изучать квадратичные формы? Дело в том, что... Ну вот смотрите, изучали мы когда-то матанализ с вами. И в матанализе мы сначала изучали... Ну, сначала мы изучали всякие пределы последовательности, а потом мы сказали, что вот у нас бывают функции, и у функций бывают производные, и производные позволяют нам приближать значение функции в точке с помощью некоторой линейной функции. График приближать к графикам касательной, и доказывать на эту тему всякие разные утверждения. А потом мы с вами еще немножко поучились, и узнали, что, оказывается, бывает такой ряд Taylor, который позволяет приближать значение функций уже не прямой, а каким-то многочленом. И причем приближать лучше, чем просто прямой. Значит, это касательно... Это Taylor'овское приближение. И на самом деле эти самые Taylor'овские приближения оказываются очень важны, особенно когда вы изучаете какие-нибудь штуки типа максимумов и минимумов. Вот у вас есть, например, минимум. Если вы знаете, что в этой точке скажем, вторая производная положительно, то вы точно знаете, что это минимум. Потому что вы можете взять и приблизить вашу функцию, приблизить некоторой вот такой вот параболкой. Значит, Taylor'овское... Это все Taylor'овские приближения многочленами, например, начиная со второй степени. То есть вот если мы хотим изучать то, как ведут себя минимумы и максимумы, то в случае функции одной переменной нам нужно, в общем-то, начать с того, чтобы изучить просто то, как ведут себя параболы. Мы знаем, что бывают параболы, направленные ветвями вверх, ветвями вниз. Вот. И вся вот эта вот самая наука. Но важно то, что здесь возникает функция типа y равняется x квадрат с какой-то константой. Теперь давайте вернемся в нашу линейную алгебру. В линейной алгебре у нас переменных не одна, а несколько. И это означает, что наша функция, уже теперь функция от векторов, как вот эта функция, она устроена более сложно. И в частности, аналогом функции просто квадратичной для функции нескольких переменных являются вот такие однородные многочлены степени 2. Значит, это как бы такой многочлен степени 2, потому что здесь вот эта вот штука, это вторая степень, это тоже вторая степень, и это тоже вторая степень, потому что это произведение двух переменных. Значит, каждая переменная входит в первую степень, но когда они перемножаются, получается элемент второй степени. То есть вот эта штука — это на самом деле многомерный аналог просто функции, которая является х квадратом. Но в многомерном мире все странно гораздо сложнее. Поэтому пространство этих функций гораздо богаче. Соответственно, нас на самом деле будет интересовать то, когда вот такая функция достигает своего минимума в точке 0-0, когда максимума, когда ни того, ни другого. Это задачка, которая некоторых из вас волнует. Но я не помню, если вы были когда-нибудь на Lash, то по крайней мере я знаю, что многие меня мучили с вопросом о том, а как же нам проверить, когда у нас есть функция нескольких перемен, а как же нам проверить точку максимума или точку минимума на самом деле в какой-то там критической точке. Я говорил, что вот вы сначала поучитесь мотанализу, потом линейный алгебры, потом еще одного мотанализу, тогда вы узнаете все. Ну вот это примерно вот это примерно то самое место. Вот. Короче говоря, нам интересно знать поведение вот таких функций. Именно потому, что это штука, которая позволяет идентифицировать максимум и минимум, например. Вот. Ну, давайте поговорим что-нибудь сейчас про эти функции. Это пока была лирика. Давайте теперь вернемся к нашему определению. Утверждение. Для заданной квадратичной формы соответствующая симметричная билинейная форма находится однозначно. То есть, смотрите, вот у нас Q от U это есть B от U вот эта самая функция B это функция двух переменных. Нет, это у нас нет вектора в квадрате. Значит, я сказал, что у меня U1, U2 это просто компоненты некоторого вектора. Значит, вот здесь написан один вектор, здесь написан другой вектор. Это его компоненты. Вот я здесь написал, что это просто чиселки. Значит, смотрите, когда я написал вот это равенство, как бы кажется, что билинейных форм больше, чем квадратичных. Что симметричных билинейных форм больше, чем квадратичных. То есть, у нас билинейная форма это функция двух аргументов. Казалось бы, что можно подобрать две такие билинейные формы, чтобы они давали одну и ту же квадратичную. Но оказывается, что нет. Оказывается, что эта билинейная форма восстанавливается по квадратичной форме однозначно. Доказательства. Давайте рассмотрим Q от U плюс V. Это есть B от U плюс V U плюс V. B от U V плюс B от VU плюс V от VV. Значит, вот эти две штуки равны между собой по симметрии. Вот эта штука это есть просто Q от U и вот эта штука есть просто Q от V. Таким образом, получаем вот такую вещь. Q от V плюс Q от V плюс 2B от V. Следовательно, значение моей билинейной формы на произвольной паре векторов определяется таким образом. Это есть Q от U плюс V минус Q от U минус Q от V выделить пополам. То есть, смотрите, иными словами некоторая магия произошла. Q это функция одной переменной. B это функция двух переменных. Оказывается, что можно восстановить значение B на разных аргументах, на разных векторах U и V, пользуясь только вот этой функцией Q, которая зависит только от одного аргумента. Вот по этой формуле. Эта формула является просто прямым следствием вот этой выкладки, в которой не используется ничего, кроме билинейности и симметричности формы B. Таким образом, у нас есть как бы некоторое взаимно однозначное соответствие между квадратичными формами и билинейными формами. Дальше. Давайте теперь я сформулирую некоторые утверждения про симметричные матрицы. Значит, мне нужна некоторая теорема. Интересно, успели доказать за 15 минут, но давайте по крайней мере попробуем. Теорема. Называется спектральная теорема. Давайте. Смотрите, значит, у меня сейчас изучаются симметричные билинейные формы. Мы знаем, что если задать базис, то билинейная форма задается некоторыми матрицами. И симметричные билинейные формы задаются симметричными матрицами. Я хочу сделать некоторое утверждение про вещественные симметричные матрицы. Симметричные матрицы с вещественными элементами. Значит, пусть B произвольная симметричная матрица с вещественными элементами. Тогда давайте считать, что давайте вот еще, что я буду считать. Пусть в пространстве задано скалярное произведение и ортонормированный базис. То есть скалярное произведение является стандартным. Стандартное скалярное произведение это вот такое, как в школе учат. Покортинатно перемножить вектор, а потом все сложить. Утверждение о том, что скалярное произведение стандартное. Смотрите, утверждение о том, что скалярное произведение стандартное, это утверждение эквивалентное тому, что базис ортонормированный. Потому что что такое, что означает, что скалярное произведение стандартное? Оно означает, что у вас матрица вашего скалярного произведения это просто единичная матрица. С другой стороны, что такое ортонормированный базис? Это базис, в котором скалярное произведение байсных векторов – либо нолик, либо единички. В матрице скалярного произведения записано как раз произведение этих самых векторов. Поэтому это то же самое. Да, совершенно верно, можем. Ну вот я сейчас просто говорю следующее. Я говорю, что вот смотрите, у нас скалярное произведение задано, оно задано просто как функция. Для того, чтобы его задать в координатах, нам нужно ввести какой-то базис. Я говорю следующее. Давайте считать, что вот тот базис, который у нас сейчас введен, что этот базис ортонормированный. В этом ортонормированном базисе скалярное произведение, которое будет записано уже в виде какой-то функции, от каких-то координат, в виде какой-нибудь матрицы. Вот в этом ортонормированном базисе это скалярное произведение будет стандартным, будет задаваться единичной матрицей. Вот, значит, что я утверждаю? Тогда первое собственные векторы собственные значения матрицы B вещественны. все. Второе утверждение. Существует диагонализирующий ортонормированный базис. значит, давайте так я скажу, для оператора заданного B существует диагонализирующий ортонормированный базис. значит, вот такие два утверждения. Понятна ли формулировка теоремы? значит, на самом деле здесь произошло некоторое смешение понятий, и я немножко завел под ковер, как оно работает. смотрите, у нас есть сейчас B, это какая-то произвольная матрица. матрица. И я рассматриваю, я с одной стороны думаю просто про эту матрицу B, а с другой стороны я думаю про линейный оператор заданный этой матрицей. но на самом деле чуть-чуть попозже матрица B это будет матрица некоторой квадратичной или некоторой линейной симметричной формы. на самом деле матрица формы и матрица оператора это не одно и то же. но вот в данном случае в данный момент мы будем рассматривать матрицу B одновременно и как матрицу формы и как матрицу некоторого оператора. почему так можно будет делать, чуть попозже станет понятно. но вот давайте пока что я просто сформулирую теорему про некоторые абстрактные матрицы. значит, мы помним, что, во-первых, не у всякой матрицы собственные значения вещественны, а во-вторых, не у всякой матрицы можно найти диагонализирующий базис. а здесь утверждают, что этот диагонализирующий базис будет не просто абы каким, а он будет ортонормированным относительно вот этого склярного произведения исходного. ну вот такая вот замечательная теорема. давайте я попробую доказать ее первую часть. надеюсь, что я успею за оставшееся время. значит, доказательства первой части. значит, я утверждаю, что все собственные значения матрицы В вещественны. но пусть это не так. пусть существует не вещественное собственное значение, которое называется лямбда. давайте посмотрим, значит, и существует и соответствующий собственный вектор, который называется В. В. значит, у меня будет такое утверждение. ВВ равняется лямбда В. Дальше. Смотрите, есть такая операция, которая называется комплексное сопряжение. Я напомню, что если у вас есть какое-нибудь комплексное число z, это есть x плюс y, комплексным сопряжением z называется число x минус y. Это такая важная операция, которую мы сейчас будем использовать. значит, я буду применять это комплексное сопряжение не только к числам, но и к более сложным объектам. Например, к векторам или к матрице. В этом случае я буду применять ее просто по элементам. значит, например, если у нас u – это какой-то вектор, u1 и так далее, un, то комплексное сопряжение u – это вот такая штука. Давайте контрольный вопрос. Какие числа не меняются при комплексном сопряжении? То есть для какого z z равняется z с чертой? Видимо, это действительно. Да, для действительных чисел. Для тех чисел, у которых комплексная часть нулевая. Только-только для них неважно, прибавлять ее или вычитать. Значит, z равняется z с чертой. Тогда и только тогда, когда z веществе. Давайте я теперь сделаю такую штуку. Давайте я возьму и просто вот на это равенство по действию операции сопряжения. Значит, получается вот такая штука. Здесь сопряжение bv равняется сопряжение λv. Значит, про сопряжение мне нужно знать еще вот какое свойство. Если у вас есть, значит, сопряжение перестановочное с арифметическими операциями. Сопряжение перестановочное с произведением и суммой. Давайте проверим. Значит, вот, допустим, у меня есть... Ну, окей, давайте я думаю, что я сейчас не буду этого проверять, просто оставлю в качестве упражнения. А сейчас просто сформулирую. Значит, если у вас есть произведение двух чисел, вы делаете сопряжение. Это все равно, что сделать сопряжение первого и умножить на сопряжение второго. Из этого нетрудно вывести, что вот в этой формуле, которую я здесь написал, можно написать так. Можно сказать, что это λ сопряженная на v сопряженная. А здесь сделать... Значит, смотрите, здесь у меня что происходило? Здесь у меня компоненты матрицы В умножаются на компоненты вектора В, и все складывается. Опять же, значит, про сопряжение еще известно вот такой факт. Значит, с умножением и со сложением сопряжение коммутируют. Поэтому оно будет коммутировать и с умножением на матрицу. Поэтому можно сделать такую вещь. Верите в это? Вопрос. А что такое безупряженное? Значит, я сказал, что я буду сопряжением действовать на всякие более сложные объекты поэлементам. Поэтому в данном случае я подействовал сопряжением на матрицу В. Это означает, что я просто сопряг все элементы. Что случилось с матрицей В? Значит, у нас матрица В по условиям моей теоремы произвольная матрица с вещественными элементами. Поэтому от того, что я ее комплексно сопряг, ничего с ней не получилось, ничего с ней не изменилось. Как была матрица В, так и осталась матрица В. Значит, мы получили вот такое соотношение. То есть вектор В с чертой тоже является собственным значением лямбда с чертой. Вот. Значит, это был первый шаг. Давайте, я, видимо, все-таки не успею додоказывать эту теорему. Значит, давайте я ее тогда отложу на следующий раз. Ну, вот этот первый шаг мы сегодня сделали. Так, есть ли какие-нибудь вопросы еще? Правда, нет вопросов? Правда, нет вопросов? Утверждение у теоремы. Вот она, вот эта штука, да? Нет? А какое? Или совсем первое утверждение? Эту? Программа Шмидта? Так, совсем первое. Давайте я сделаю... Да, пожалуйста. Угу. 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 Угниuyor? Так, ну хорошо. Ну что, все тогда на сегодня. Спасибо, рад был всех видеть. Ну, то есть не очень-то видеть, но все равно. Даже на ваши имена в чате приятно посмотреть.